Божьи слова на каждый день В поисках жизни не следует гнаться за быстрым результатом. Рост в жизни – дело не одного-двух дней. Божья работа нормально и практично, и она обязательно проходит определенный процесс. Воплощенному Иисусу, чтобы совершить труд распятия, понадобилось 33,5 года. Так что же сказать об очищении человека и преображении его жизни, деле весьма трудным? Сформировать нормального человека, в котором проявляется Бог, нелегко. В особенности это касается людей, родившихся в стране большого красного дракона и имеющих низкий уровень, тех, кому требуется долгий период Божьих слов, и работы. Поэтому не спеши увидеть результат. Активно ешь и пей Божьи слова, прилагай к ним больше усилий. Прочтя Божьи слова, ты должен обрести способность применять их на практике, возрастая в познании, проницательности, развлечении и мудрости в словах Божьих. Благодаря этому, ты незаметно для себя изменишься. Если ты сможешь взять за принцип то, чтобы есть и пить Божьи слова, читать и познавать их, проживать их и применять их на практике, тогда ты незаметно для себя достигнешь зрелости. Есть такие люди, которые говорят, что даже прочтя Божьи слова, не могут применять их на практике. Куда ты торопишься? Когда ты достигнешь определенного духовного возраста, то сможешь применять его слова на практике. Скажет ли 4-5-летний ребенок, что он не в состоянии обеспечивать или почитать своих родителей? Ты сам должен знать, каков ныне твой духовный возраст. Применяй на практике столько, сколько можешь и старайся не становиться тем, кто подрывает Божье управление. Просто ешь и пей слова Божьи и отныне сделай это своим принципом. Не беспокойся пока что о том, сможет ли Бог сделать тебя целостным. Не углубляйся пока в это. Просто ешь и пей слова Божьи по мере того, как они приходят к тебе. И Бог непременно сделает тебя целостным. Однако есть и пить Божьи слова следует соблюдая определенный принцип. Нельзя делать это слепо. С одной стороны, когда ты ешь и пьешь Божьи слова, ищи именно те из них, которые тебе следует узнать, то есть имеющие отношение к видениям. А с другой – ищи те, которые тебе следует применять на практике, то есть то, куда тебе следует войти. Один аспект связан с познанием, а другой касается вхождения. Овладев обоими этими аспектами, то есть когда ты будешь знать, что познавать и что применять на практике, ты научишься есть и пить Слово Божье. Слово Божье